всем большой привет добро пожаловать на мой канал и сегодня я хочу вместе с вами полистать вот такую раскраску которая называется на сон грядущий ну конечно же обзоры на нее уже есть так как это 2015 год и и все знают но я думаю что в любом случае она далеко не у всех есть и листаем это же все по-разному а мне хочется чтоб на моем канале были обзоры на всем раскраски которые есть у меня в коллекции в общем к этой раскраски я присматривалась давно но дело в том что вот например в конце этой книжке есть ценник это московский дом книги 345 рублей но честно говоря несмотря на то что она достаточно толстая большая ну как-то жалко было отдавать такие деньги вот честно безусловно в интернете поскольку это все часто покупаю конечно же можно приобрести дешевле с бонусами кэшбэком скидками и акциями и так далее но тоже цена была не очень когда я пошла в очередной раз на книжный склад увидела ее вот так вот просто пролистала поняла что большая часть иллюстрации мне нравится я спросила на кассе она стоила 60 рублей то есть всего 60 рублей конечно же у меня не осталось никаких сомнений что данное издание должно быть у меня изначальная про книжный склад у ленинградского вокзала но на комсомольской площади там комсомольская площадь 1 на строение 15 я узнала на канале елена 171 она там правда берет не раскраски вот всякие другие книжки там художественную литературу по моему что-то по кулинарии ты ну и муж и дочка у нее тоже там берут книги люблю этот канал и потом также на канале лены еленка 74 тоже ее все естественно знаете привет тебе огромный ну вот узнала что есть раскраски соответственно тоже поехала один раз накупила много и вот в этот раз уже целенаправленно поехала потому что когда я там была первый раз далеко не все скажем так вот эти контейнеры были открыты и как раз в одном из контейнеров лежала такая прелесть за посторонний шум прошу прощения у меня здесь собака рядом спит это уже поздний вечер и да он может поскуливать не пугайтесь не все в порядке просто детство у него было тяжелое и видимо что-то снится во сне ушастик бумага здесь такая плотненькая ну не прям картон да но плотнее офисной бумаги я думаю что если у вас много разные канцелярии то абсолютно точно не будет никаких проблем чтобы выбрать чем раскрашивать вот здесь я заложила закладки обычная по совету натали 75 у нее видео было когда она делала закладочки из ленточек тесемок вот я так и делаю здесь она тоже будет просто я когда листала сейчас за ужином данную раскраску я вот то что мне безумно понравилось я решила выделить стикерами и потом либо в следующем месяце раскрасить либо когда если получится выполню свой план раскрашивательный тогда уже буду приступлю к данным иллюстрациям в общем мне все здесь очень нравится это далеко не все просто далеко не все что мне запала в душу но это то что хочется в первую очередь раскрашивать я люблю вот когда и бумага нормальная хотя в принципе плотность ничего еще не значит бывает более тонкая бумага выдерживает творческие материалы а более плотная нет и конечно разнообразие рисунков здесь ну абсолютно есть и мандалы и узоры и цветы и черный фон как вы заметили я думаю то есть прекрасная раскраска ну в теории кто например не гонится конечно за количеством раскрасок и может там себе купить одну и полностью от корки до корки ее раскрасить то наверное можно и за 345 взять хотя знаете если есть возможность взять дешево почему бы нет 60 рублей супер вот уже одна закладка я ее наверное картинку в первую очередь и раскрашу еще пока не знаю чем ладошка серафима кстати классная вот это мне картинка понравилась обязательно буду ее раскрашивать вообще на любой вкус это очень здорово и маленькие мандалы а вот эта картинка меня впечатлила ее можно раскрасить даже я думаю и акварелью и гелевыми ручками что-то добавить какие-то фрагменты наличие мандал которые я просто обожаю для меня это важно что они здесь есть то есть вы видите уже по закладкам что мне понравилось но в принципе и к остальным я тоже рано или поздно приступлю здесь мне понравился полностью разворот и вот эта картинка и вот это невероятная мило то раскраска кстати вот здесь вот проклеена а так в принципе прошита вот здесь видно что она прошита вот этот разворот тоже мне она понравился полностью я уж не стала здесь и там и там стикеры наклеивать потому что нравится полностью весь разворот а вот это мне понравилось я не стала конечно отмечать но в будущем раскрашу такая знаете отдыхалочка вот эта милота конечно ну тоже не отметила совушка красивая но тоже не стала пока отмечать таких у меня иллюстрации везде много в принципе вот это можно было бы раскрасить но тоже решила не отмечать зато отметила вот эту картинку хотя чайник мне тоже нравится вот это хорошее тут можно еще и фон сделать вот эта картинка очень нравится вот это прошу прощения вот это очень уютно и я даже не знаю почему я не наклеила стикер наверное наклеить надо обязательно сейчас я тут у меня под рукой просто кисточка но положу хотя бы ее потом сделаю стикер и вот эти иллюстрации классные вот это мне где-то попадалось я уже сейчас не помню где надолго хватит ее вот но я люблю чтобы у меня было много раскрасок вот это безумно красивая но я ее не выделила потому что ну потом когда-нибудь вот эта красота кто впервые на моем канале скажу что я всегда листаю медленно и в основном люблю смотреть медленные обзоры хотят честно смотрю и если если мне целенаправленно нужно что-то посмотреть я конечно люблю основательные вот такие медленные перелистывание ну а так конечно чтобы для девочек поддержать я и быстрые обзоры тоже смотрю вот эта красивая картинка мне она понравилась ну вот в общем то это все фокусируйся с обратной стороны раскраска следующим образом выглядит ну я считаю что мне повезло покупка очень удачная так что если вы живете в москве или приедете в москву то имейте ввиду что буквально не более чем в пяти минутах ходьбы от вокзала есть такой прекрасный склад там работает очень вежливые приятные люди и можно вот походить по этим контейнером посмотреть по перебирать только всегда берите с собой салфетки влажные конечно если что там в основном вам их дадут но лучше иметь свои и в одном контейнере я точно видела что вроде бы и пакеты тоже есть сейчас но это логично потому что люди приходят иногда просто посмотреть просто там и не думают что наберут но когда ты видишь цены по 40 по 50 рублей но грех не взять конечно же люди закупаются и выходят оттуда с огромными сумками и книги там вообще разнообразные вот мужчины спрашивал сегодня какую-то книжку но она в твердой обложке все такое 50 рублей ну где сейчас такие цены в общем если видео вам понравилось то не забывайте ставить лайк подписываться на мой канал мне будет очень очень приятно вам не сложно более того когда будет 3000 подписчиков на канале я устрою конкурс какой-нибудь раскраской огромное всем спасибо за просмотр и до встречи в новых видео всем пока